Слушайте, быть провокатором в нашей стране скоро, по-моему, станет даже почетно. Возможно, это дело в полноценную профессию трансформируется, за которую, может быть, начнут вручать государственные награды. О ком я, спросите вы, а я сейчас о разного рода лжецах и лицемерах говорю, о как будто бы политиках, о как будто бы общественных деятелях, о как будто бы журналистах, ну и о пригожинских, куда ж без них, которые чуть что танцы на костях начинают устраивать любую трагедию, готовы превратить в пиар для хозяина, вот и в этот раз. На фоне иркутских событий отдельные индивидуумы снова начали визжать о какой-то провокации против нашего национального лидера. Завели старую шарманку, мол, это все. Происки врагов нужно не виноватых искать, не бочку катить на власти, а напротив. Объединиться вокруг президента ему и так тяжело, как же я устал от этого бреда. Начинаем. А теперь давайте серьезно эту болтавню проанализируем. Я сейчас про провокации и про объединиться вокруг главного, но для начала хочу ответить всем халуям или заблюдам на их излюбленный вопрос. Путин-то тут при чем? Там наводнение случилось или на природные катаклизмы? Президент имеет какое-то влияние? На природные катаклизмы нет. А вот когда вокруг этого иркутской леса вырубаются тысячами гектаров, ради чьей-то сиюминутной выгоды и ничего взамен, мог бы, знаете, и поинтересоваться, каким последствиям оно приведет. Когда дамбы строятся гастарбайтерами без соблюдения вообще каких-либо стандартов на глазок, а чиновники, назначенные президентом, затем ставят подписи под актами сдачи приемки таких дамб, не зона ли это ответственности главного? Кстати, он хоть с кого-то из чиновников за это ЧП спросил, а там и люди погибли, пострадали. Про животных и природу вообще молчу. Тысячи наших с вами соотечественников остались без крыши над головой. Субтитры создавал DimaTorzok А где был в это время наш национальный лидер? А наш национальный лидер в это время на саммите G20 Трамп у руку жал, а еще шутил с Макроном и Меркель. Он что, срочно изменил свои планы, сказав, господа, простите, но я вынужден прервать эту встречу, поскольку у меня дома случилась беда? Вот это был бы поступок, но нет. Путин этого не сделал. Человек спокойно. Отработал программу саммита и только потом. По пути в Москву снизошел до тех иркутян, завернув в пострадавший регион. Правда, пропагандисты это гораздо более пафосно подавали. На личном контроле Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, которая пострадала от сильного паводка. Этой поездки не было в рабочем графике российского президента, но он изменил маршрут и полетел в регион сразу из Японии, где завершился саммит Большой Двадцатки. В аэропорту города Братск Владимир Путин в данный момент проводит совещания с местными властями и руководителями федеральных ведомств. Но на то они и пропагандисты. Есть такая профессия врать каждый вечер. А на деле-то что мы увидели? Целую неделю главарю было наплевать. Более того, его халуи старательно вычищали из информационного пространства, в основном, конечно, из соцсетей, все остальное уже давно контролируется. Видеоматериалы и статьи по теме их наводнения в Приангаре мои, например, несколько раз блокировали. А когда уже стало невозможным скрывать случившееся, кремлевские политтехнологи включили режим тети Вали Леонтьевой. Бросив все свои дела, главарь полетел в пострадавший регион. Ага. Только в пострадавшем регионе Владимир Владимирович почему-то даже за пределы аэропорта не вышел. Приехал, посвятился перед камерами, почитал какие-то бумажки, отчеты, в которых, разумеется, не все так печально, как враги вроде меня рассказывают. Дал команду, ну вы это, разберитесь здесь, и улетел в освоясь, и все. Правильно, это же не предвыборная кампания. В данном случае сверхозабоченность изображать вообще не имеет смысла. Спасибо всем, кто сказал «Да! Великой России!» Поэтому, господа, с какой стати сегодня мы должны объединяться вокруг Владимира Путина? Он что-то не захотел с нами объединяться. Правда, провокаторы, ну о которых в самом начале сказал, до сих пор никак не уймутся, продолжают злить людей. Вот еще пример, пожалуйста. А что ж, если вы такие прямо участливые и сердобольные, вы сидите и ждете помощи от властей? Денег из бюджета? Скиньтесь для пострадавших! Откажитесь от планов на отпуск и езжайте туда, в Прибайкалье волонтерами. Помогите устранить последствия катаклизма или кишка танка? Я вообще обожаю подобные разводы, действительно. А мы ведь для того и содержим целое министерство по чрезвычайным ситуациям с армией сотрудников, чтобы волонтерами ездить куда-то в случае чего, разгребать косяки за эффективными управленцами. Это ведь они, как я уже сказал ранее, бездумно продали тысячи гектаров сибирского леса, выступив, по сути, инициаторами того паводка. А мы теперь задницы их прикрывать должны. Ну да, мы ж лохи. А еще налогов почти 60% каждый россиянин платит. Думаете, зачем? Правильно, чтобы когда понадобились деньги, мы скидывались. А бюджетные средства на что-нибудь более важное лучше потратить, например, на повышение зарплат для эффективных управленцев, или на покупку яхт для каких-нибудь сеченых, или еще одной квартиры за 5 миллиардов для Чемизовых. Можно, кстати, на стартап для Лизы Песковой. Это реальная журналистика. Поехали! К слову, а я же совсем забыл вам показать обратный пример того самого объединения. Ну, когда в сложной ситуации народ объединяется с властями, правда, в данном случае немного наоборот было. Тут власти решили объединиться с народом сами. По собственной инициативе и выглядело это вот так, короче, выглядело. Но люди-то у нас и правда сердобольные. Когда узнали о трагедии, в Иркутской области начали собирать гуманитарную помощь. Собрали, отправили. А тут ребята из партии президента на горизонте образовались и подумали, а что бы нам и правда с народом не объединиться, тем более выборы в сентябре. И давай клеить на те мешки и коробки гуманитарные свои наклейки. Мол, это вам от Единой России. То есть представляете уровень цинизма, уровень подлости, не понимаете? На пальцах объясню. Ты сделал доброе дело. Или вот ты. Или ты. Вы не остались в стороне. Вы протянули руку помощи своим соотечественникам. А эти взяли и тупо примазались. Они даже не почесались. Это ты, повторюсь. Собрал коробку с гуманитаркой, а кто-то затем взял и запузырил на нее этикетку с надписью «Помощь от Единой России». Если бы ребята не спалились, люди там, наверное, поверили бы, что правда партия реальных дел о них позаботилась. Пропагандисты на перегонке уверен, брехали бы в эфире. Вот ведь. В отличие от этих горлопанов от оппозиции, власть не сидит сложа руки, потому что власть у нас ответственная. Непредвыборные речевки толкают, как некоторые настоящие дела делают. Теперь-то вы понимаете, как эта власть свои настоящие дела делает. Вот вам, друзья, еще один конкретный пример того, чем на самом деле занимается наша власть в лице партии номер один, если вы за 20 лет этого до сих пор не поняли. Сплошная показуха, вранье и работа на отчетность. Только примазываться к чему-то умеют. Построили где-то стадион или детский садик за бюджетные деньги, за бюджетные деньги. Эти тут же бегут. Проект был реализован при поддержке партии «Единая Россия». Бессмертный полк 9 мая проходит. Опять их уши отовсюду торчат. У них даже программы политической нет. Мы партия президента. Сейчас вот история с гуманитаркой этой. Блин, вот недаром негласным символом нашей нынешней власти является медведь. Очень правильный символ. Потому что ну какая первая ассоциация у вас возникает при упоминании о медведе. Правильно. Пришел, разворотил улей, который не строил и сожрал чужой мед. Попробую его поругать, встанет на дыбы. Начнет реветь. Задерет, чего доброго не так. К слову, если повнимательнее присмотреться к тому символу, так там вообще козел нарисован. Ладно. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на нас в Ютьюбе. В соцсетях тоже жду. Темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Средства, я знаю, выделяется, как они используются. У нас 1,6 миллиарда на этот год. Детально расписаны, вплоть до копейки. Какой учреждения, когда... А что же не нашли? Ну там, Минкрым, согласование. Вот. Все речи. Ну расписали. А деньги-то где? М? И деньги. Деньги в росписи. Я тебе рубль дал? Дал. За кефиром послал? Послал. Кефира не было? Не было. Деньги. Какие деньги?